Жильцы девятиэтажки по улице Узбекистанская, 9, бьют тревогу. Начало отопительного сезона они считают проваленным. С какими именно проблемами столкнулись жители, выясняли наши корреспонденты. Разбитые стекла в подъездах, незакрывающиеся двери, обваленные стены и работающее отопление только в половине дома – это реалии, в которых приходится жить обитателям девятиэтажки. По словам жильцов, за 37 лет коммунальщики не сделали ровным счетом ничего для благоустройства дома. Жители считают, что социальная сфера достигла дна, ведь услуги по содержанию дома, за которые они платят, им не предоставляются. Стены обитые все, по этажах. Отопления нет. Чтобы вызвать слесаря, надо деньги платить. А за что мы платим за этот дом? Ни один слесарь не прошел, девятый этаж не прошел. Кран Маевского во всех негодный. Это я, сантехник. Я знаю, что оно такое. Я купил кран Маевского и поменял. Заявки и жалобы жильцов по обслуживанию дома по номеру 1580 в КП основания принимают, но результатов по сей день не наблюдается. Я здесь проживаю уже около 20 лет. Со временем этого ничего в доме не делалось. Есть люди и больше проживают. Ничего не делалось. Сейчас отопление идет. Начали люди хлопотать, чтобы тепло было. Пришел вчера мужчина, дитё заболело. Пошел он в ЖЭК, ему отдали ключи от подвала и сказали, делайте, никто вам делать ничего не будет. Что касается работы по остеклению дома, то она ведется, но только на бумаге. За остекление вызвала мастера. Она пришла, где стеклить. Я ее сама личность, с девятого этажа до первого, по всем коридорам, все окна, каждая показала, она пописала. До сих пор жильцы сами, кто может, кто фанерками, кто картонками, кто целлофанчиком, кто какими-то кусочками стекла застеклили. Кроме проблем с отоплением и теплоизоляцией, дом находится в полуаварийном состоянии. По правой стороне дома с крыши нет водослива и дождевая вода стекает прямо на козырьки балконов. Труба заваренного мусоропровода в дырах, через которые пролазят крысы и распространяется смрад по всей лестничной клетке. Тяга, грязь, вонь. И в эти дырки некоторые жильцы бросают мусор. Некоторые жители самостоятельно борются с проблемами, устанавливают двери в общих коридорах, красят подъезды, латают дыры в бетонном полу, утепляют и по возможности облагораживают свой дом. Жители считают, что такое состояние их дома яркий пример неэффективности работы ЖКХ в Запорожье. Субтитры создавал DimaTorzok